У тебя таких зданий вообще по району у меня 16 зданий, 15 сельских учреждений культур, сельских клубов, в которых находятся библиотеки, филиалы детской школы искусств. Ну это образцовый показатель, это лучшее здание, да, которое было построено в декабре 2021 года по программе, государственной программе по преодолению последствий аварии Чернобыльской АЭС. У нас центр культуры располагался в старом здании 1949 года. Ну и пусть бы располагался. Я не против и даже за, но только хочу предупредить публично всех, там где нужен центр хороший, там не должно быть излишистый дворцов, вот это главное, потому что денег лишних нет. Ну если у вас есть стройцы. Благодаря вот этому зданию, который был, как я уже говорил, введен в эксплуатацию с декабря 2021 года, мы здесь разместили районный дом ремесел, детскую школу изобразительных искусств, то есть мы, и районный центр культуры, то есть мы решили задачу по экономии бюджетных средств и три учреждения объявить в одно. Просторное кабинет, просторное кабинет, улучшена материально-техническая база. Я про твой дом культуры, прежде чем сюда приехать, все прочитал, что ты тут делаешь, как и так далее. Поэтому тебя я не смогу убедить в том, что нам не надо такие дворцы. Ты будешь говорить, что надо. Я тоже не против, но я за то, чтобы и ремесла, которые должны быть, и какой-то криведческий музей, чтобы люди понимали, что откуда и так далее, и библиотеки, и какие-то школы, пионеры занимались и прочее. Должно это быть, но только это должно быть оптимально, потому что, если вы затратите большие деньги на дворцы, шикарные, дай бог, конечно, таких побольше, вы должны знать, что мы на образование, на здравоохранение, на жилье денег сократим. Надо поддерживать, надо развивать. Вот это главное. Но надо ли нам дворцы для этого? Или, может, зарплату им больше дать? Может, еще чего-то? Вот, прошу обратить внимание на выставку, которая была посвящена 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в нашей родной Беларуси. Здесь произведение наших авторов, земляков, которые прошли дорогами войны. И не под наслышкой знали, что такое военное лихолетие. Александр Георгиевич, а вот это вот наши дети, это лауреаты, стипендиаты и победители различных фестивалей и конкурсов. Они рисуют 80-летие освобождения. Слушай, ну я так бы не... Ты же ты так придумала, а, Палышки? Молодец. Это гош? Да. Молодец. Кажется, великое все в простом. Ну вот, а я бы это не сделал. Завидовал всегда художникам и музыкантам. Полностью сама написала этот памятник, да? Карандашом. Карандаш, да? Это акварель с акварельной заливкой. Идет сначала акварельная заливка, потом начинает штриховать карандашом. Ну вот художники у нас. А это чей партнер? Усатый человек, как я. Это внучка поздравляет своего дедушки. Дедушку с победой. Молодец. Ну, это боец. Да, это боец. Молодец. Я понимаю, но у нас нет уже таких самолетов. Правильно, это старые самолеты. Это вот его вот такое воображение. Нет, молодец. Очень правильное и точное воображение. А это наша гордость. Мастера районного дома ремесел. Основная задача которых это передавать знания, умения, навыки подрастающему поколению. Я вот их убеждаю, чтобы они не строили дворцы, а нужное помещение, а лучше зарплату увеличивали и цену на продукт. Я считаю, что в хорошем, в хорошей хате белорусской, ну, где раньше ткали, вышивали и так далее. Вот им такое надо было создать, чтобы тепло, уютно было, места хватало. Но заплатить хорошо и выкупить рушники. А он давай дворцы. Светлана Николаевна у нас занимается вышивкой, она вышивает рушники. Я прочитал, про нее уже написали. Кукол. Молодец. Татьяна Николаевна, она обучает детей кружевовязанию. Сама изготавливает кружево для рушников. Продаешь ты это все? Да. Ты посмотри, какая красотища, а? Можно я вам подарю? Подожди, подарю. Мы это все купим, приедем, все, что вы продадите нам. Ты никогда не спеши, подарю. Пусть деньги платят. Основное направление деятельности Алексея Александровича – это резьба по дереву. Он в основном изготавливает предметы быта, а также модели для монументального искусства. Основной инструмент – это стамеска, да, или как она? Да, это полокровая стамеска, прямая полокровая стамеска. Вот видите, что значит в школе. Раньше нас учили обращаться с этими стамесками, отвертками и прочее. Сейчас, наверное, уже нет, да? Уже это забывается. А это плохо. Вот он женится на симпатичной девушке или женщине, а ни черта делать не умеет. Он даже лампочку, правда, сейчас уже и лампочку завернуть не может. Это Алина Николаевна, обучает деток, что как можно из простой глины сделать вот такие сувениры в стиле ажурной керамики. Дети с удовольствием посвящают ее занятия. Это все пригодится, девчонки. Одна из гордости нашего района. Но уметь это надо. Это гордость нашего района. Я тоже читал про эту гордость. Валентина Волкова, народный мастер Белоруссии. Ну вот я возродила… Это челнок или как? Да, это челнок. Я возродила вот от качества, вранное от качества. Мне сфотографировали рушники твои и прислали фотографии. Я очень тронута. Молодец, молодец. Потому что это очень кропотливый труд. Вот этому человеку надо и станки делать. Это несложно сегодня. И зарплату. Ну и что? Это Малеча. Умеет уже как ты что-то? Ну немножко умеет. Мы учили. Он появился в этот станок буквально три месяца назад. Поэтому девочка вот с удовольствием идет. Так у вас не хватает станков? Ну вот это старый станок, ему сто лет. Это хорошо, что вы сохранили его. Молодцы. Хорошо. Вот это золото. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А я ще гостина добрая. Скажем вам, не тояши. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А костюковичи у нас и колхады пали. А загретые поклон наш президенту да земли. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ